Ну вот прошло 45 минут. Это я в глазной клинике жду. Очередь. Талончик, который был заказан мной более трех месяцев назад. Вот теперь вот к специализированному врачу я пришла. Это больница, она ломает. Вот в коридоре сижу. Мало того, что три месяца прождала этого талончика, теперь вот 45 минут в 11 часов у меня должна была быть прием к врачу. Торопилась, сбежала. Машина на парковке. Парковка платная здесь. Вот 45 минут сижу только в очереди, но пока я вообще не вижу, даже сдвигов не вижу, чтоб меня пригласили, потому что все, кто сидит, это все впереди меня. Вот такая больница, кому интересно. Это полно всяких мест. Только толку мало. Посмотрите, какой здесь огромный коридор. Покажу вам ее снаружи. Занимает больница огромное помещение. Но... Ну вот видите, я спросила медсестру. Сказала, пойдет, узнает. Но обычно говорит, что у нас много людей. Два часа можете ждать в очереди, это нет проблем. Извините. Ну вот такой вот кабинет. Я в конце концов попала, прождала час двадцать, попасть к доктору. Вот сейчас он пошел там мне рецепт выписывать. Сказал, что обычная бактериальная инфекция, но вам выписаны были неправильные капли. Вот сейчас он мне выпишет правильные капли. И для того, чтобы мне понять, что какие капли мне нужно, мне нужно было ждать шесть месяцев. Друзья, вот такая медицина в Англии. А вы говорите, русская плохая. Оооо... Все познается в сравнении. Бактериальную инфекцию уже лабораторный анализ бы давно провели. И сделали бы все. И узнали бы, что за инфекция. Какая бактерия. И назначили бы правильный антибиотик. А ведь я здесь пила антибиотики уже три раза. Всякие разные. А сейчас мне этот доктор говорит, что вам неправильное лекарство назначили. Ну вот не знаю, назначит ли он мне правильное лекарство. Посмотрим. Так, ну вот мы столько просидели два часа в очереди, что сейчас я пришла хоть кофе попить. Кофе попить. Вот такая вот у них тут больница кафешка. Огроменная. Все огромное, все замечательное. Только лечить не умеют. И встречи ждать по 6 месяцев. А так все хорошо. Такое обалденное. Ну расскажи мне, пожалуйста, что ты думаешь про медицину английскую. Слушай, прекрасно. Пару слов, пожалуйста, для протокола. А чего? Не порт, не аппетит. Я хочу поедать. То есть замечательно, все замечательно, да? Медицина, чудес. Слава Богу, 30 минут дали поесть. Ну вот, постепенно, конечно, приходит осознание для, наверное, большинства людей. Я имею ввиду наших, которые в России живут. Что здесь, в Англии, ловить нечего. Все, вообще, Европа сейчас у нас как-то вот все хуже и хуже. Да, загнивает. Все идет вниз. Вот сейчас вот мы зашли посидеть, немножко перекусить. Обеденный перерыв. Это опять мы все еще в больнице. Вот больше двух часов. Даже проголодались. Так вот, сейчас еще 30 минут надо ждать, пока нам приготовят капли. Вот мне назначил доктор капли в глаза, да? Так вот, эти капли, мне говорят, через 30 минут будут готовы. Я бы, знаете что? Вот сейчас я почему-то уверена, что я приду, и эти капли, они будут обычно упакованы. Это будут в заводской производство. А для чего 30 минут? Ну, для того, чтобы подойти к полке, достать. Понимаете, вот все это же сложное. Вот через 30 минут. Вон Наташка хохотит. Да тут будешь хохотать, конечно, да. Так, ну вот мой номер 20. Мы прождали 30 минут. И вот здесь вот выставили на экране. Номер 20 is ready now. Is ready now. И я пришла. И никого. Maybe you can help me with this. Thank you. It's my? Are you talking? I'm talking, yeah. Сейчас я покажу. Ну, вот так выглядит снаружи. Вся эта красота. Вот видите, обеденный перерыв. Все гуляют. Это вот персонал. Вот это парковочное место. Это стоит вот амбуланс. Вот одна, вторая, видите. Это то, что привозят больных. Вот. Сейчас издалека. И вот мы пробыли 3 часа. Представляете? Вот 3 часа. 2 часа у доктора ждали. Вернее, как? 10 минут всего шел прием. Но 2 часа надо было сидеть и ждать в этой очереди, которую я вам показала. А дальше еще 30 минут ждать, чтобы тебе принесли упаковку лекарства, которое сделано уже давным-давно где-то на заводе. Ты не представляешь, насколько в Москве все централизовано, начиная от центров и всего остального просто супер. Да. А вот здесь вот так. Вот видите, написано. Сент-Мэрис. Хоспитал. Вот. Показываю издалека. Огромная территория. Огромный госпиталь. Вот. Но здесь же в том числе они и лежат, да, Наташа? Да. Пациенты. Мало того, что здесь прием ведется, но и люди больные. Вот муж мой с инсультом лежал там в том крыле в левом. Вот видите, вот такие вот... Опять месседж пришло какое-то. Все меня путают. Вот такие вот машины. Сейчас у нас тут новые. Все на грани фантастики. Надо написать свой номер машины сюда записать. Вам напишут, сколько времени стояла ваша машина и вы заплатите. Money. Вот написано, видите, за 2 часа руб 40, за 4 часа 2,60. И дальше 6 часов 3,90. 24 часа 6,50. Ну, в принципе, все даром. Если не платите, то 60 фунтов вам. Что ты хохочешь? Что, не так, что ли? 60 фунтов parking charge, то есть штраф, если не заплатили.